играет логичный лёха против нелогичного дтауэра хотя лёха тоже нелогичный бывает пиздец ну у него не хватает изюминки старый у них не хватает то что он лепит лепит виспа потом не хватает на юнитом пуголь а как так вышло ну я залег очень давно уже наблюдал потому что не помню как он играет последний раз если на деньги игра очень давно поэтому лег короче так он больше по ситуации играет чем к это выведенная стратегия на кучу лвл вперед ну так внутри левом море так заказал отдавались по это уже заказанными для начали жилья всегда вообще по приколу 5 штук клепаю типа типа я такой мощный так тускар у лорда он решила бассати вон тускарах да ну видимо да так две клетки стоят у тауэра понимаем что делать лорд что он будет добавлять я не знаю он просто и без паники поеду что он что-то должен сделать спирмана папы можно узнать чего то что чего не знаем мы но видимо получается да но я думаю он еще раз наверно обманывает сейчас последнюю секунду он удаляет ставит деревяшку без весла и все ясно в этом весе лёха так и знал что будет подъем в этом весе левом море в этом весе в этом весе и в этом весе Сука, бля. Ааа, ща в него! Сихикал, калебана. Жесть. А чё, тут тоже так можно, да? Да. Даже здесь нужно использовать мутить. Нестандартный заслал. Я сто лет уже не видел, чтобы свалить Дина. Как хочешь. Мне всё равно. Так, смотри, Цитару ставит Огра и Баншу вот-вот. Ну, прекрасный выбор, в принципе, только вот... У него Банша стоит на четыре клетки, я правильно понимаю? Не на три. Ну, это что, Тауэр, блядь. Он должен стоять раз-два от нижней границы, если отсчитывать. Ну, Лёх, конечно, тоже, блядь, хоть хуйню делал. Он хочет, видимо, на три ошеломить его за ссылом. Типа скопит там много, все дела. В смысле, он Дина послал? Ну, Лёха на три хочет копить. Двадцать дерево, вот, не кинув лишнее. Не 140 дерево, а 120 потратив, у него есть копец на какого-то юнита. Ааа, хочешь, типа, обмануть-то? Да. А ты Тауэр сейчас, скорее всего, пропустит, потому что он блядь даун. Ну... 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 Не знаю. Пропустит, я думаю, чуть-чуть. Ну, он что-то с... А, ну, в смысле, Старк, но у него большая стоять на той клетке. Да, да. Пропустит ровно столько, сколько нужно Лорду. И, в принципе, не так страшно ему пустить только. Одна теле... Одна... Один Дина. Ну, может, там еще два Марлока. Да, встрибли. Ох. Так, ну, Лорд, что, не беспокоит сейчас? Ну, что у него? А, у него эти в отходе. Так, ты Тауэр флажки переставляет, кстати. Это ему в плюс. Ммм, вот Лорд этого не делает, если я не ошибаюсь. Не, Лорд всегда это делает. На его записи я смотрел, он прямо так к этому трепетно относится. Так, Орк идет Лорду, а у него неправильно стоит отвод. Мне против Орка, поэтому Лорд сейчас будет пускать. Ммм, ну, ты еще, блин, не обязательно? Ну, практически всегда пропуск. Моржу. Я тебе могу точно сказать последние три раза, когда я дефал. У меня Орк не уходил в отвод, и я дефал просто стакая много этих пацанчиков. И нужен был, конечно же, двойной отвод, а вот у Орда его нет. Ну да, блин. Не, да если он заходит в мид, это пропуск от 5 до 20 штук. 20 штук максимально, что может пустить. Ну, не знаю, я сколько вот последние два раза походило так, что у меня не шел в отвод Орк, и я дефал просто по фулу. Нет, Орк, так не бывает с Орк не уходил, просто ставишь на пол клетки от стенки, он всегда идет в отвод. Ну, я тебя, я тебя люблю обычно, отвод такой же, как у Лорда, я тебе говорю. Он не шел в отвод, и я дефал, я не пустил ни одного юнита. Просто тебе может жалко ставить там за 20 на клетку Орд, чтобы там потом не пороть, а если это гнул за 10 голды, блять, то его можно потом продать и как раз от Орка отбиться. Ну, Орк зашел не в самом страшном стиле, скажем так. Вот он правильно стакнул сейчас, вот только видишь, эскорпионы уже подходят эти, а так они должны были еще пока там тот отвод убить. Ну да. Ну, в общем-то, пропуск которого быть не должно было, при правильной игре, естественно. Ну, вот Лорд ошеломил за ссылом, как и говорил Урса. Ну, Тойра просто клеточки ему... Ну да, три удара это под Урсой. Поэтому 6 штук. Ну, просто благодаря этому теперь Тойра не боится ни четвертую, ни пятую, он сейчас себя залепит, не знаю. Я думаю, он вообще 6, я 6-2 сделал, конечно. Ну да, с таким игроком нужно хоть как-то крутиться. Ну, я считаю, что Лорд ошибся, блять, сейчас с отводом, грубо. Он должен был на 2 такой отвод себе оставить, клетку от стенки. Сейчас он просто покормил Тауэра. Так, смотри, Лорд делает. Умер себя. Тауэр сейчас сделать себе 5-2, мне кажется. Ну, должен. Или еще клетку добавит. Зачем она им не нужна? А хотя, подожди. Ну, что? Серьезно? Ха-а-а, вы, балаванамита. Это, наверное, от 6 защита. Типа клетки там с форт армором, а Огр с этим это от 6 нормально защищается. Что за бред? Это из клубника Тауэра. Что это он делает вообще? Псих. Ну, осталось 65 голды, не знаю почему. Ну, ведь ему можно в отвод сейчас было добавить 2 большие, которые были... Ай. Что вот делает Леха, блять? Нахуя ты орчает еще одна. А, он в любом случае не смог позволить себе индекс. Так, урсу шлет Тауэр. Он постоянно шлет, я за ним заметил это. Ты курс, что Огр ваншотит, когда баш вылетает? Конечно. Там же плюс 45 идет вроде. Ну, да. Так, форт делает себе 7-2, все как положено. То есть Тауэр изи дефует пятую и четвертую волну, и он решил посидеть 5-1. Ну, я бы так не сказал. Здесь Тауэр зашла урса, даже не менты, а урса, это был бы пиздец. Куда? Да. На четвертую. Но она бы не зашла, потому что... Не, но он же не поставил эту, еще одну клетку. Да. Да. Ну, блин, и плюс он знал, что у него не будет засылаем. Спорик, 280. Ну, он сейчас продает эту штуку и ставит деревяшку, да? Ну, или просто Тайдер. Смотри, он посылает. Я чувствую, тут будет хилл на 7 или 8, если в скилл не попадет лорд, неудачно. Ну, типа... А, смотри, чувствует. Заверолился, видимо. У тебя не благерола его? Нет. А, на генерации. Я считаю, я все считаю, что лорд поставит другое, тут поставится деревяшка. Читаю. Да. Ну, сейчас будет небольшой пропуск на руку лорду. Потому что отвод лорда таленький. Если бы был двойной, то другое дело. А так лорд может сделать себе 7-3 сейчас. Так. О-о-о-о-о. Если ты сомневаешься в дефе лорда, то зря. Я сомневаюсь в дефе лорд. Это не будет деф. Ну, стахнул, что там. Да я тебе сразу сказал, что это не будет дефа. Ну, я просто уже так много раз дефал. Двумя арчами, одной не апнутой. с двойным отводом визе с двойным это спать говорит легче пиздец на арчах пускать 3 пускать на арчах это вообще хоть и похоже так на фантомов ну по характеру хп конечно мне не кратная так что там ну вот он просто кормит тоже так повышает свой income по тупому кидая на арчей а еще и дети люблю блин ну тупой и вещей с детской а смотрю не хорошо голды выходит ровно еще на одну деревяшку и плюс отводик маленький но не ферма поэтому только деревяшка будет так ставить коня лорд вопрос зачем такой же вопрос почему это арчал час еще больше он забыл что три арчи дефают лучше чувствую чем что-то 2 и еще что-то тем более к найт со 780 хп типа арчи там наличь будет он за ним подрезать 3 арчи не факт что лучше дефы у факт лучше дефы конечно да понятно если бы это был в алхимик или это был бы мишка но не к найт не разор не хаубрит ну вот на хабрида насчет хабрида поспорил такой надежный юнит не он просто тебе симпатичен поэтому ты говоришь да не не да 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 ну смотри видишь конь просто взял умер типа две арчи не успели накоцать так сильно как хотелось бы то есть пришла бы одна урса и три барчи бы дефнули эту урсу а вот сейчас с конем был он будет урсу не дыхал не электри арчи урсу не дефут эти точно говорю двойной отвод нужен очень хороший стак честно говорю о смотри деревяшка любом случае будет так ничего будет ли пропуск на тауэра ну смотри если у него ход есть три юнита то нибудь две клетки две деревяшки плюс огар броня везде хорошая плюс отхилл не знаю а вы его тролль приезжаем москву мне кажется поставит на клетку от дерева не отсюда ставит я вот тоже сюда бы поставил но у него две большие вот вот их если он ее поставит прям со зон что не поставится у них фермы говорил а у меня ферма ну тогда будет пропуск да тоже так думаю потому что насыл хороший плюс без хермита который здесь как раз таки и не нужен на волне макинге нужен но главное на волне так а лорд все таки сделал тускаров у лорда под засылом были бы физические проблемы хотя слушает вот хорош ну пустил бы 10 штук 500 дерево у которого руках ну вот просто видишь у засыла нет сейчас king западе минимально удара и он просто по 4 арчу и будет вне дуть в хуй так лорд молодец смотри как он очень грамотно стакает прям идеально ну у той аэро фокус отлично вообще обе деревяшки красная фокус был очень равномерный но все таки с одинарным отводом и не иметь я уже всегда говорил тысячи видео это не дефо лица засыпал да за ним про засыл очень большой ну да за все тоже конечно большой он и под рук под простым бы пропустил красиво это было бы не две усы одна почему-то так играет есть ты видишь что на тебя бежит толпа блять юнитке нужна такая вот нужно быть минимум 4 х кп оставку он уже по остаточному принципу но он немножко лишь по-другому размышляет так и не хватает на тычку как надо видишь чуть-чуть там но было бы 30 атаки на 500 кп больше гопать бы не отдал хил но он так не отдаст все таки видишь задротся рассчитала ты на него да и просто был 4 как и по 3 с атаки им хуй не дул бы а так гопать бляша проебу не не вас рассчитала это ты чё-то слабоват вот лёха шлёт на 8 на это уже хуй деревяшку добавишь хоть клетку продавай почему я на его месте клетку бы сейчас а потом он так и делает пусть опыть ой дебил нахуй и сделать и зевса 1 вместо об этом а велика ну конечно да я чё-то забыл что не есть круче я говорю я не знаю какие будут проблемы у лорда у него всего лишь 73 у него 1130 или меньше чем у таура и и бы это то что лорд профессионально сыграл на 3 5 волне мне просто интересно вот что сейчас будет на десятом у него вот ну что будет вот ну конь просто говно 4 арчи говно ему бы сбрить одного этого хотя бы это и то не факт ну да 1 главное сбить сейчас мы уже делать ламбер мне кажется они сидели я хотели что мне делать ламбер то есть он будет играть через какой-то но дэв нет делает делать на чем шум тянул табли и вот то что нет пропуска на восьмой волне мика шлангер нужно может быть даже отменять и с нечем дэвис я бы отменил потому что я бы просто отменил ну там не окупится не как даже дерево то не вернется который в него затратил ахил отдавать против деревьев это просто жопа почему же он не ролит если иду поставить до вот одна из причин почему не реролит хорошие так вот это ура пик балансный как обычно дэв есть даже 12 за счет дефса но он любую волну дэш и даже скусь деревяшкой там жесть особенно 2 на 2 так чего тут лорд а на 70 таки он сделал слушай но он еще когда кидал на 8 он опал атаку раз но чаще будет это ордил добавлять деревяшку я вот она дефса хочет тапнуть не нужна под дефса все-таки что-то придумывать еще но он ставится таки дерево тип на будущее ну и в принципе он угадывает засыла нет да и так особо если честно без разницы так его смотри мог бы как-то лорд тапнуть морду троли стоит сколько там сумме то 200 голды до 105 и 145 250 ламберт 120 это 370 голды он бы мог хапнуть морду если не было тролля бы был 4 арчи морда и 7 3 да да если он сейчас даст хилл виноват только он сам но у него сейчас видишь саппорт сработает все будет так так что-то местах совсем да вот лорд здесь даже не знаю лучше будет было доходило бассане и быстро набили морду сейчас 2 стакнутых будет а нет слушай лорд сыграл правильно одновременно придут но они снова не пришли а вот никогда не стопает всех это всегда так делают опять же неправильно оплодинга ну хотя есть там стан то может быть правильно вот 5 как это должно быть но скорее всего стану я не думаю что он такую ошибку делают типа ну дальше лорд омут прошел до станции таки да как он заебал блин лорд я смог продать 2 тускара опнуть морд и просто забрать арену я не знаю почему он этого не сделал мы видим потому что 74 но и со мной я лучше варену забрал бы конечно морда хоть из хэви но блин плюс у него не было бы уже проблем на той же одиннадцатой сто процентов не было бы проблем а так дэв под сомнением под леоном даже вот если ну таро как-то дерево нормально да а у лорда нет дерево но у лорда есть кинг а у туэра нет кинга а у туэра есть кинг причем это именно действительно уже есть кинг ну не сравнить тут 6 апов и здесь только в атаке 10 вот мне кажется туэрши должен апнуть зевса вещь по голдей сюда а потом он должен продавать клетку я под деревяшку крайне да пошел засыл лорд неужели оставил волк вот ни в пизду ни в жопу он сейчас сыграл апнул бы он борту сделал бы он себе свой 75 точно сидел бы сейчас так же только с морд и можно сказать ну как что-то такое пример но он сейчас мог продать и немножко отводе копнуть коняшку хотя бы он то тоже сильный конь-то апнут и сильный вот вот коня апнутого я люблю он достаточно толстый быстрый персонаж так вот я считаю что он на этой волне лучше ли он чем телега старт тоже сидим да из плорда было бы побольше дерево для путь что-то вообще жесть почему лорд не кидает ментов машине что-то есть ли заруба дофиг узнает просто как-то все печально ладно я пошел короче встречся а ну все давай я донее сейчас приду буквально через 10 минут я думаю что не закончится за это время да давай тогда может отрубаться skype или может оставлять окна не я ставлю что ну оставлять так лег кто-то ходит без хила да даже он не дрогнул ставится морта может быть еще одна может быть апается одна так ну да этот ауэр себе сделал может так сказать лишний ламбер был бы очень хороший деф зевсом вот именно клетки затанковали бы зевса нужное время чтобы он дострелял с деревяшкой на коцинах и в сумме это было бы больше голды меньше апкинга и больше скопленный засыл ну павел у нас чемпион поэтому пусть играет и хочет лёха сейчас наверно очень расстроен что сидится 75 когда надо той же один из того не достроился когда не надо он перестроился здесь будет естественно деф 0 так вот здесь смотрим да проблема деревяшек которая никогда не взрывается как надо но эти за потанкой потом зарплась в любом случае она да и щас бы зевс тут 14 на 6 кучу колды бы настрелял как я и говорил но нет так ну лорда хватает на 7 7 поэтому все не так плохо так здесь здесь сейчас будет заказываться ламбер да заказываться ламбер нет такого убийственного инкома поэтому можно больше не апкинга это будет изи деф там потери максимум 1000 хп не слушайте даже чуть больше потерял тавр 1300 хп он потерял почти так лорд делал элирол с его пиком он может сделать себе сейчас 7-8 апкинга играя против деревьев это обязательное условие он может дефать хорошо 14 и 13 а 15 тоже что-то добавит да делает он конечно же себе ламбер так ты тавер ну не знаю насчет такой застройки да конечно мог он сыграть лучше с другой стороны он скопит больше то есть тоже можно сказать правильно с какой-то стороны но правильнее было аппутать естественно зевса шток 11 шток 12 так странно конечно очень просто рассуждать так отвод здесь двойной будет точно деф очень легкий так вот здесь ну да деревяшка куча ну просто бывает так что взрывается последнее вот это и даже на 13 может быть пропуск но не в этом случае естественно здесь будет очень простой деф с кучей уже выживших юнитов в 1 на 1 деревяшки в 1 на 1 деревяшки почти 13 не пускают так ну лёха сейчас ох у него хороший пик на лейк ему нужно аппеткинга и терпеть и у него имеется гидро и тролль атак спит то есть есть защита от 23 волны 25 и 26 а там можно другим волнам за счет вылечит придумать гидро это более долгое прожитие так скажем на 28 где он как раз сможет очень хорошо убивать ты товара вещество лёгкости сделать сейчас может быть даже 710 он захочет любом случае а пункту дробь хотя узнаешь на 15 мне придет что дерево мало а лёг считает нормально так ну здесь при непонятном фокусе может быть естественно пропуск потому что нет отвода но если фокус будет хороший то пропуска не будет но пока фокус очень хороший равномерный по всем деревяшкам сейчас с другой стороны даже ну нет если бы фокус был самый отвратительный он может быть чуть пустил здесь естественно деф аппеткингра должна паться мне кажется ламбер еще раз так это вот делать себе не понимаю почему так аппетит деревяшки не бапнуть эту так две мартетки видимо лёха боится за силу на 15 он должен четко понимать что ему не придет на 15 ну вот демон конечно только есть у Тауэра но Тауэр может совершить такое действие если бы он сидел 7-8 например Тауэр то у него было бы 200 примерно может быть нет 200 бы у него не было но был бы демон Леон Урса какой так ну это будет за силу скорее всего на 17 волну у лорда за счет его ламбера будет фул кинг в плане хп и атаки регенчик можно в процессе волны еще покачать будет ну и с хилом он точно дефнет а может быть даже и без потому что вэлью хороший все юниты у него что-то бьют кроме коня возможно он сюда может поставить дедро а возможно сюда или сюда все таки ставит он двух тайдов может быть он еще хочет залироваться но блин я тогда не буду понимать этого действия поймал Гидра Апэшкинга терпи до конца строишь штук 6 гидра а потом уже рулься Тауэр тут он для деревяшки сейчас мне нужно отойти будет оставлю картинку вот здесь к примеру вот так я скоро приду дьявол вот так вот так мы не Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Приходим мы на самое веселое... Так, стакнуто очень плохо... И вот такие игры с ламбером могут стоить хила... Ну эти два АПХП... Да, вот Кракена два... Можно убить их... Ну из-за того, что плохо стакнуто... Это скорее всего отдам будет хил... Да, хил не должен был уходить... Продолжение следует... 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 Или может что-то он хорошее словил или роль, типа Death Dragon, и решился не сливать дерево на арену, уверен в дефе 27, значит можно зарубиться. Так, тролль очень хорошо жил. Ну нет, тут Doomsday просто уничтожает этих гидр. Да. Леха сейчас должен был получать, конечно, новые голды, но вот так вышло, что проиграл на арену. Проиграл. Так, вот интересно, что у лорда в пике. Так, вот у тавера будет 6 деревьев и большой показатель value. Так, дерево примерно одинаково. Чтобы быть защищенным от всех волн, Лехе нужны Death Dragon. Ну а 28 там плохой. Хотя нужны какие-нибудь еще и мутанты. Штучки 4, еще пару бар сзади. Так, вот тогда я не пойму, что за действие такое. Почему этот командор? Так, Тауэр будет добавлять танков сюда, сюда, возможно. Сюда. Так, он подапал ферму, хорошо, чтобы не париться. Не достраивается. А командор-то может заставить протечь. На самом деле нет, value хороший. Value нужный для 22. Так, хадесы, хадесы у Лехи. Ну и эти хадесы ему ничего не дают. Кроме того, как все юниты ранжевые и очень-очень долго стоят. И можно сделать ставку на то, что просто Тауэр не дефнет и протечет гораздо раньше. А так, если по лорде был хил, то он бы не дул в хуй. Просто сейчас подапал себе чуть value. Начал бы копить на зарубу на 28. Например, какую. Там бы он тоже дефал за счет value. С хилом. Плюс есть лина еще у него. То есть она тыкает в одного там юнита на волне. Там даже 27-й. И его быстро забирают. Потом в следующего и так далее. Ну и на такое количество гидр можно поставить парочку лин. Можно даже 3. Вот Стас любит всегда говорить, это найп игрок. Любит он ставить 3 лины, особенно в лейте. Ну вот на начальных уровнях, там до 10-го, он норовится поставить 2 лины. Я говорю, нет, они нам не нужны. Так, как будто криво поставил лорд своих братишек. Так, ну, надо апать. 280 вели висит просто так получается. Вот еще вели висит просто так. Да, если на ключевой волне не будет хватать 100 монет. На какого-то Т6, естественно, это можно продать. Также можно продать одну из арчей. Так, а что Т-Тауэр? Т-Тауэр чуть-чуть подстроился. Да, апнул он деревяшку на 380 вели в как раз. Был у него 6500 просто. Вот это было не апунтая. Так, ну и у него 5-ки с релеса. И знает Т-Тауэр, скорее всего, это будет засыл на 24. Да, шли-то на 24. Ну и, в принципе, учитывая велью лорда. Он должен дефнуть это кинго. Остатки там пропуска. Деф должен быть очень хороший. Будет еще там парочка лордов. Это развяжет лорда руки. Он будет просто кидать на 28. Очень много. Очень много. Т-Тауэр часто убивает хорошо. Т-Тауэр зря опал дерева. Другой страны Т-Тауэр сейчас хорошо апнет себе велью. И у него есть думсдейки. Ну вот этим засылом Т-Тауэр обрекается на то, что если он не выиграет сейчас, то он больше не выиграет нигде. Тем более на 30+. Так, а вот этого я не понимаю. Удаляется лорд, удаляется конь, апнется кидра. Все на коне. Но если он дефнет, то это, конечно, будет правильно. Без потери велью. Хотя нет, в любом случае правильнее было бы апнуть кидру. Надежнее. Так, идет засыл. Засыл порядка пяти с половиной тысяч. Где-то шесть тысяч может быть. Так, лорд. Ну, неплохо стакнул. Можно было вот этих шепот стакать чуток. А че это у нас решил Т-Тауэр засывать на 24? Ну да, он был боеб же. И на сколько он кинул? На опять 506. А, ну на 5606 это нормально кинуть. Но не такому велью и не в такой пик. Если он не выиграет сейчас, он не выиграет нигде. А он не выиграет сейчас. Демон убить все, да? Да. Сейчас еще стакнуто здесь как с края и вообще. Можно в куй не дуть. Вот сейчас. Да, ну Леон придется запариться, конечно, шток, но... Так, Леха стакнул только Леона. Все-таки он послушал насчет стаков. Стакать аккуратненько. Учел он свои ошибочки. Да, это изи дефа тскингом. Ну, особенно при контроле Лехи. У Лехи минимум ошибок на контроле, если он стакать успевает. Так, сейчас путь Кракен. Даже пол-хп у Кинга не уйдет. Да, стоило бы хвалить Леху, как он начал хуйню страдать, но здесь, в принципе, не влияет ни на что. А, слушай, видишь, что Леха делает? То есть, типа, он понимает, что он уже выиграл, можно сказать, если повысит велью. Ну, танков он видел, он понимает, что на 28 у Тауэр готов. Ну да, и на 27 у него будет огромное количество велью. Да, на 28 будут танки. Тоже с велью. И деревяшки помогут очень хорошо как раз-таки танкам подобивать. Да, сейчас он просто кинет ему на 25, апнет тем самым велью, будет сидеть с гидрами и хадесами. На 28 много не придет этот Тауэр, а на 29 он дефнет, и больше нигде он не проиграет. Как-то так, да? Ну, он может проиграть на 28 все равно. Но не с таким велью. Ты смотри, Лина есть плюс еще. А эта тычка Лина минус телега даже под таким ДПС Мэджиков. Ну вот сколько у них? 10-600, а сейчас рекомендуемый 9500, по-моему. Ну, Тауэр, единственное, что бары, да, Леха, правильно, что очень сыграл, молодец. Ну, понимаешь, ему нужно было кидать тогда динозавров. Чего это? Ну, у него 7.15. Ну, вот смотри, вот. Ну, а сейчас Леха не ловит танков, он проиграет на 28. Да не... Ну, вот посмотрим. Динозавров типа шипун дефнул? Да. Ну, с другой стороны, он опять покормится еще немножко, еще и какой хил выбит. Ну, хил, конечно, не малый район. Ну, танки так сосут прям вот, когда их облепляют. Ну, так, ну, хил здесь точно отдается, а все остальное зависит от контроля. Ну, считай пропуск там. Вот он убил без потерь. Так, а ста? Со ста он должен дефиться. Хм. Господи. Ой, ты тор. Да, гажи Леха. Хабасал дурачка. С таким вэлью. Почему бы он не кинуть 27 и выиграть? Да, именно два демона решили. Так, заканчиваю запись. Причем можно поанализировать. Ну, да, самый решательный момент был два демона, на самом деле. Конечно, да 25-я волна очень быстрая. Ну, да, на облепляеме два демона в ЛДПС реализовывают. Ну, с контролем это бы дефалось. Естественно. Ну, он ударил демона, потом начал бить другого. Ну, да. Леон не законтролил. Побил демона, побил кряку. Побил демона, побил кряку. Там было 4 кряки, в сумме у них 4 800 хп, у демонов 6 кхп. ДПС от демона просто катастрофически. Нужно было сливать демон, ли он, демон, кряки. Нет. Или как? Демон, демон. Пару акаш, которые совсем на два удара, потом кряк и уже потом. Вот так. Вот. Короче, Леха молодец, на самом деле. Да, как сказать-то более правильно. Тауэрдаун, то есть. Может быть, Паша молодец просто. Леха поржал в конфетам. Главное, у тебя здесь.